Играет музыка Как происходит? В среднем Есть проблема в менеджменте Хорошая компания Это та компания, которой легко управлять Например, я нахожусь на высоком уровне На высокой должности И говорю, ребята Мы строим мост И самый низ Последнему сотруднику говорят Мы все-таки строим мост Возьми кирпич и пошли делать мост Но если компания плохая И я на высокой должности говорю Ребята, нужен мост? Срочно Где-то внизу говорят С искажениями У нас же там много инструментов И Trello, и Jira, и какие-то графики Кто-то в Excel, кто-то в PowerPoint, кто-то в блокноте Неважно, кто почтой переписывается Очень много информационного искажения происходит И кто-то в конце говорит Ребята, мы строим автомобиль Потому что он поедет по мосту И вот мост могут забыть построить Автомобиль построили Я такой, вот то же самое происходит И с Google Они взяли на YouTube Внедрили некий пин-код И тем самым Ну я такой, ну ладно, пин-код Мне как бы в среднем наплевать На монетизацию Поменяю когда-нибудь потом И проходит время Они такие, все, мы тебе Жесточайше закрыли монетизацию И вот, пожалуйста Мы откатили тебе интерфейс Зайди на другой сайт А между прочим На YouTube монетизация Идет через другой сайт Google AdSense Куда, между прочим Нет прямой ссылки Да, я жму на нее Вот на ссылку И открывается что? Окошко с выбором аккаунтов И я такой, в смысле? То есть я жму в YouTube Кнопочку перейти на другой сайт И мне говорят Не на конкретно Вот на этот сайт Под этим аккаунтом А говорят Так, выбери аккаунт Куда ты хочешь Я выбираю любой аккаунт Перехожу и он не тот Перебираю по списку И все не те Я такой, в смысле? Мне говорят Ну, так все И нету монетизации Пишу на форуме Думаю Техсаппорт Это же Google Они могут помочь И хорошие ребята Делают хорошие продукты Наверное в саппорт Захожу в саппорт Прохожу квест Можете сами пройти Квест в саппорте гугловском Отвечаю на вопросы Выбираю теги Размечаю информацию Занимаюсь На это уходит час То есть я час готовлюсь И в итоге нахожу какой-то форум На этом форуме пишу вопрос Мол, ребята Вы забыли фичу Хотя бы удалить аккаунт Монетизации И начать заново То есть я не могу пересоздать Вот Хотя бы это Сделайте хоть что-нибудь Ну что мне пишут Ты проебал момент Когда это можно было сделать Мы же писали тебе уведомления А теперь ты Лузер Вот так вот мне отвечают в саппорте На что становится дико обидно И я все еще без монетизации И скорее всего Этот канал я не смогу монетизировать Но Пошли они все в жопу Мы продолжаем записывать Хороший контент И общаться про IT И знаете что? У Ютуба У Гугла Столько же проблем В других сервисах Все потому что Вначале они говорят Нам нужна какая-то фича А в самом низу такие Ну давайте как-нибудь Быстренько пихнем И так работает половина Айтишных компаний И поэтому мы имеем Очень голимые продукты Задумка может быть классная Там Российское это Электронное правительство Все здорово В конце Почему я иду с бумажным документом В конце Зачем мне это печатать Это же бред Но нам сказали Сделать электронное правительство Получите Вот электронное правительство Как оно там работает Да не важно И сейчас я читаю Много проектов Выходит в России Например От Сбербанка Очень много классных задумок А давайте Каждая компания У которой 25 плюс сотрудников Будет публиковать Вакансии свои На каком-то сайте Какой-то российский Линкедин Не SHH.ru Не какой-то другой Сайт с вакансиями Конкретный Какой-то государственный Сайт Зачем? Ну во-первых Им это нужно Чтобы статистику Отбивать Такие-то специалисты Нужны Такие-то не нужны И как-то этим всем Управлять Но Реализация Да возможно Этим Всероссийским Линкедином Будет не очень удобно Пользоваться Потому что Они начнут делать Линкедин А мы получим в конце Что конечно же Сайт с лендосами на тильде Вот Ну это в целом Все что я хотел сказать Учитесь строить сервисы Не ошибайтесь Есть очень много Хороших задумок Они очень плохо сделаны И кстати Кстати Мне ребята говорили Что если у вас Хорошие программисты Но очень плохой менеджер Продукт получится говном Если у вас Очень плохие программисты Но менеджер молодец То продукт получится Хорошим Или классным А все почему Потому что Человек Который отвечает За коммуникацию Вот менеджер Проджект менеджер Чем же он занимается А он просто Разводит коммуникацию Он просто говорит Так этот сказал Этому Сюда отдадим Эту информацию Сюда положим Мы фасуем информацию Как менеджеры Вот А программисты Ее исполняют Но если У нас На вход Поступает Фича Которую не надо делать Или Штука Которая не продумана Никем Просто вот типа Сделай и все И ты делаешь И продукт Ерунда То же самое Вы можете заметить В своей компании Хороши ли у вас Менеджеры Которые вокруг вас Находятся Которые уровнем выше Если они постоянно Не делятся с вами информацией С ними нельзя поспорить Ну просто прийти и сказать Братишка Конечно фича Задумка Офигенная Но давай ее не будем делать Вот в таком виде Давай еще немножко подумаем Он говорит Не-не-не-не-не-не-не Меня же тогда Наругает начальство А это ооо Там же люди Уууу У них же деньги Они же там ездят Ооо С этими людьми Лучше тебе не сталкиваться Делай вот то Что тебе сказали И не выпендривайся Если у вас такие менеджеры То наверное Вы Делаете какую-то ерунду Ну По крайней мере В Беларуси Такой ерунды уже понаделывали Есть Приложение По оплате налогов Где на самом деле Мы генерим Какой-то РСА ключ Который Ну вы когда-нибудь На гитхаб Генерили ключи Да Заходим в терминал пишем какую-то информацию и генерим какой-то токен, но он стоит 50 долларов но он не просто генерится, его надо куда-то на сервер он генерится потом нужна флешка, нужна отдельная большая программа, которую этот ключ скачает, положит на правильную флешку, подпишет правильным еще каким-то сертификатом, который она где-то берет, для чего? Для того, чтобы я мог какое-то сообщение отправить на логовую Боже, чтобы мне этот квест пройти как айтишнику, мне пришлось человека нанять, потому что я не мог заплатить налоги несколько месяцев, потому что я не хотел сидеть в этом разбираться, так на быструю руку не получалось вот, нанял отдельного бухгалтера, он такой смысливать, а не хватает там информации езжай в налоговую, бери бумажку, и это все правительство, которое хочет собирать налоги, задумка с забиранием налога неплохая кто-то должен подметать дворы, кто-то должен убирать что-то, где-то что-то надо дорогу какую-то построить, но не будем же мы на каждую дорогу, типа в своем районе сделаем тротуар, шик-шик отбашляли да, ну странно так что в целом задумка с налогами нормальная, способ их отдать вот я как налогоплательщик, чтобы мне отдать, мне надо прям вот застрелиться и делает это сын маминой подруги начальник великого чего-нибудь, так вот и у вас, возможно ваши менеджеры, это классная жена вашего директора хороший сын маминой подруги директора и что-то такое ну тогда извините вот, какие бы вы не были молодцы наверное делаете ерунду на этой веселой ноте не работайте в IT я вам напомнил, что там есть плохая фигня плохие менеджеры сын маминой подруги может испортить вам жизнь идите в хорошую компанию например в шоу танцы Егор Дружинин привет все, счастливенько пока, пока, пока Субтитры сделал DimaTorzok